На торжественном мероприятии не только родные и близкие Сергея Мартынова, но и руководство Военно-космических сил России военнослужащие. Сегодня мы говорим о нем, вспоминаем о нем с огромной благодарностью. Я хотел бы сказать всем здесь собравшимся, что память о Сергее Сергеевиче жива на всей территории России, во многих странах постсоветского пространства. В конце 90-х Сергей Мартынов решил труднейшую задачу объединения нескольких соединений разных родов войск в отдельную армию особого назначения ракетно-космической обороны. И эта армия внесла значительный вклад в обеспечение военной безопасности страны в космическом пространстве. Сергей был награжден двумя орденами и 20 медалями, в том числе орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Он был не только воином, защитником нашей родины, генералом, но он был еще и прекрасным христианином. Исповедь его и причастие принимал я. Он перед смертью говорил о своей совести, о своих поступках. Его поступки были честные, они были по совести. После ухода в запас Сергей Сергеевич активно участвовал в проведении военно-патриотических мероприятий, рассказывал молодежи о долге и чести служить родине. Он выступал перед молодежью города во второй школе, которую он закончил. Перед учениками старших классов в основном это все шло. Перед учениками шестой гимназии, перед учениками первой школы. Сергей Мартынов еще в школе познакомился со своей женой Натальей, которая поддерживала его во всех начинаниях. Дочери продолжают традиции родителей. Одна, как и я, работает в школе, а другая успела получить звание майора. То есть пошла по сапам отца, продолжая традиции военные. Мемориальная доска открыта ровно через год после его смерти и расположена на доме 21 на улице Толмачева, в котором он проживал со своей семьей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова